Насладиться народной песней, отведать традиционных русских блюд и зарядиться отличным настроением. Ирина специально приехала с семьей в Звенигород на два дня, чтобы побывать на масленичном фестивале. Говорит, именно здесь, в древнем русском городе, такие праздники имеют особую атмосферу. Безумно понравилось, это настроение, это эмоции, это вообще настоящая масленица. В общем, все сюда и заряжайтесь, наслаждайтесь и, в общем, отличное настроение. Как погода солнечная, так и эмоции такие же. В общем, очень здорово, всем советуем. Здесь и весело, и сытно, как на традиционных русских ярмарках. Разносолы, пироги, копчености, сладости. До воскресенья можно наедаться впрок, ведь впереди самый строгий пост. На масленичной неделе можно баловать себя любыми видами блюд. И сегодня меня угостили непостными варениками, в которых есть и яйцо, и молоко, вареники с вишней. По рецепту лучшего шеф-повара и знатока постных блюд, вегетарианских блюд Олега Ольхова. Вареники с творогом и шпинатом, картошкой, грибами, ягодами. Для каждого свои секреты приготовления. Лучший знаток православной русской кухни Олег Ольхов поделился ими со всеми желающими. Они же бывают разные, с разными начинками. Например, если у вас картофельные, их придется дольше варить, чем ягодные. Ягодные можно варить и нужно варить недолго. А картофельные, например, где плотная начинка, или картофель с грибами, их нужно варить дольше, понимаете. Потом, они же бывают разного размера, потому что бывают и вот такие вот вареники. Их придется варить гораздо дольше, чем пельмень. Тут все зависит от конкретного случая. И все же масленица – это праздник семьи и весны. Главное в эту неделю не наедаться вдоволь, а наслаждаться общением. Ходить друг к другу в гости, проводить время с семьей и вместе радоваться. Масленичный фестиваль в Звенигороде, который продлится вплоть до 14 марта – это прекрасная возможность насладиться этим. Наш фестиваль продлится 4 дня, а уже в воскресенье закончится все это в Захарово, нашим большим мероприятием областным, масленицей Захарова. Но по традиции стартуем из города Звенигорода. Города с древней историей, большим туристическим потенциалом. Ждем мы сегодня много туристов, много жителей, которые очень любят приходить к нам, съесть что-то вкусное и послушать хорошую музыку. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.